нет смысла никакого машина 10 чтобы я обслуживающая нормально 7 лет проезда что 15 но про машину это интересно мы с тобой коротко поговорим потому что у меня сейчас вот двухмесячный опыт эксплуатации гибридного китайского автомобиля вот и это интересный опыт я как раз накануне смотрел любопытный видос про шэньчжэнь это такой один из самых развитых крупных китайских мегаполисов такой айти айти сити можно сказать который живет абсолютно по законам 23 века у них даже по-моему светофоров практически в городе нет хотя это многомиллионный город все управляет все умные системы они пользуются наличными но это просто какой-то абсолютно абсолютный фьючер абсолютный фьючер все все цифровой все отношения между людьми социум с ресторанами с покупкой автомобилей вот там было очень интересно они показывали многоэтажный в самом центре как бизнес-центр этот центр по продаже автомобилей все оформляется за одну минуту буквально ничего в не угоняет никто автомобиля потому что моментально будут найдены нет алки автомобиль сам сообщит просто о том что вы там сдернули камера автоматически выдаст где он находится потому что весь город упихан камерами они там каждый в каждой в каждом люке в деланной все в отпуск уходят а набутов здесь конечно куда же он голубчик денется набутов всегда здесь под серебряным дождем набутов здесь для всех теперь здрасте дорогие друзья категорический шаломчик это набутов здесь сегодня так получилось что мы остались с доном пабло в силу форс-мажорных обстоятельств вдвоем а у меня была запланирована интереснейшая тема про то что такое реальность настоящее ну вот что такое реальность она вокруг нас многие говорят вот беседую со знакомыми одни говорят я не я не понимаю я живу какой-то другой реальность или там страна живет другую реальность или там мои родственники которые значит смотрят телевизор у них другая реальность или наоборот я который живу в интернете в другую реальность пам-пам-пам непонятно все всеми реальность реально хочется выпасть из этой реальности вот это я все слышу 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 понимая в чем причина естественно как и многие из вас поэтому решили поговорить вообще что такое реальность с точки зрения метафизики философии объективная реальность субъективная реальность собственная реальность который выстраивается на основании каких-то уже паттернов которые исторически были в тебя заложены с детства воспитания в семье Взросление в конкретной стране И так далее, ты опираясь на них Выстраиваешь свою картину мира, свою реальность Отметая другие Казалось бы, весьма логичные Контраргументы, ты их просто вытесняешь Вот как психика работает Как она конструирует твою собственную реальность Ну и плюс еще есть квантовое То есть уже чисто физическое описание Квантовое физическое описание Того, что есть реальность, сколько реальности может быть С точки зрения физики Очень интересная история, перенесем, если что, на следующую неделю У нас просто вот Такой вот мелкий форс-мажор случился Так что извиняйте, ребята, тема безумно интересная Во всяком случае, меня она интересует Что мы еще хотели с ним, Дом Пабло? Хорошая музычка, приятные разговоры Давно мы не сидели в таком с вами Между собойчике Между собойчике, да Мы уже начали, как обычно, в Ютубе Я напоминаю, присоединяйтесь к нашей трансляции Да, ты начал рассказывать про интересный город в Китае Я делал Почему я начал об этом рассказывать? Это правда, потому что мне сейчас Посчастливилось Вот на два месяца заполучить Чудесный новый китайский Вообще новейший, только что вышел На отечественный рынок Китайский автомобиль Черри Тига 8 Pro И плюс То есть это гибридная машина Первый раз в жизни я езжу на гибриде Где два электромотора стоит Дополнительных Там они, может быть, не самые мощные Не самые долгоиграющие С точки зрения батареи Но, тем не менее, там порядка 70-80 километров На них можешь проехать Это очень интересный опыт По расходу По динамике По обслуживанию И в целом я, конечно, поражен абсолютно тем Как изменились Но это уже, наверное, не секрет Как изменился китайский автопром Какие они делают машины С точки зрения наполнения Есть одна комплектация Только у тебя есть В ней есть все, что только можно Движение по полосам Там повороты туда-сюда Сама подруливается Там подпарковывается 150 режимов движения Где она сама миксует Гибриды, бензины и так далее Ты почти бензина не тратишь Вы там зачем тогда? Я практически не нул Я что-то такое Причем качественно все сделано Сбито вот всегда были претензии Плохо рулится Мягко там Ну не как немцы Да И, ну, дескать Есть вопросы по качеству сборки Нет, ну, ребят Тут никаких вопросов уже нет Абсолютно И, короче, расскажу вам Интересно Как заряжать Как Ну, совершенно новые впечатления А я же еще эколог А ты большую часть Времени ездишь не быстро по городу У тебя такой пробочный цикл В основном Пробки, заторы Не быстро, да По Москве И, соответственно, ты все это время Практически ездишь на электромоторах У тебя бензин подключается Крайне редко Только если ты там тапку в пол даешь Условно говоря Я смотрю, насколько Ну, вот Две недели назад я заправился Пол бака Вот А сейчас еще четверть бака, например, есть То я за город съездил Когда он подзаряжает батарею на ходу То есть тебе даже розетка не нужна Короче, интересный опыт И я рассказывал о том, что Накануне смотрел Как раз город Про город Шинжэнь Очень любопытный Такой Блогерский документальный фильм А это такой Супер-АйТи-Сити Китайский Многомиллионный И Который живет абсолютно По законам 23-го века Я имею в виду Организация всех Общественных пространств Социальных отношений Между людьми Там фактически Нет наличных денег Автомобили Только электрические Или гибридные Но Китай давно Вот Сразу возникает вопрос Обошел весь остальной мир В том числе Соединенные Штаты Город молодой Это город молодой Это город очень дорогой По жизни И с большими зарплатами Это такой вот Ну не знаю В Индии Наверное Мумбаи Есть Насколько я знаю К этому тяготеющий Только он идеально чистый Смешно Что там машины продаются Там была отдельная тема Про То как Китай Стремительно пересаживается На электротранспорт Или гибридный транспорт То есть В Шинчжэне Даже не продаются Уже автомобили С Двигателя внутреннего Сороны Невозможно встретить Ну Только в рамках гибридной установки А туда заехать люди Из других Постоянно Ну наверное Да Потому что Внутри Только Все на электротяге Как раз Объясняется Почему Китайцы любят Одну комплектацию В которую Входит Все на свете Как они вообще Подходят к автомобилю Очень интересное было замечание Что у них нет На многих машинах Нет подкрылков Ну Брызговиков Неважно Интегрированных Там отдельно висящих И так далее Потому что настолько чистые Дороги В Шэньчжэне Так что же дворники Идеально Вот Нет Дворники нужны Если дождь идет Идеально чистые Нет Ничего Из-под колес Не вылетают Практически нет Светофоров в городе Хотя это огромный Мегаполис Потому что так хитро Организована Интеллектуальная система Дорожного движения Связанная с машинами Что значит Не образуются заторы Или образуются Мало Ну Короче говоря Очень интересно Где-то сейчас далеко Хмыкнули Мэры Наших городов Но я представляю себе Что там было 30 лет назад И какой сейчас 23 век Получился Это конечно Производит Впечатление Как меняются Сами китайцы Вот поколение К поколению Насколько сильно Отличается Новое поколение Молодое От тех людей Нам нашего возраста И старше Которые еще Как бы В совке выросли И в их совке Короче бомба Так Но не об этом Во-первых Я хотел рассказать Как И ты меня вчера пытал И аудитория пытала По поводу Моего удивительного Вояжа На Российский Дальний Восток Да Коротко вчера В проброс Начал рассказывать Про Сахалин Хотел спросить у вас Может быть Вы порекомендуете Какие-то еще Интересные точки На карте России Куда Необходимо было бы Съездить Что посмотреть Может быть С какими Миллион Ну например Самара Вот ты куда Порекомендовал Самара На Волгу Пожалуйста Териберка Карелия Териберка Это Мурманск Я был Карелия Калининград Шикарнейший Интересный И море И не море И замки И красивые леса Дороги Да супер город Просто очевидно Что пришло время Путешествовать по стране Почему нет Я полностью Полностью за В том числе Такие интересные направления Про Ну про Сахалин Я вчера коротко рассказал Я могу сказать Что смешанное впечатление Производит остров Особенно город Южно-Сахалинск Ну я всегда говорил В красивых природных местах Там где не ступала С нога отечественного человека Там все прекрасно Где она там понаступала Как следует Там уже возникают вопросы Город Тяжеловатый Обязательно на Сахалине Озеро Буссе С устричными банками Я рассказывал Удивительное место Если его не вытопчут За ближайшие годы Что такое устричная банка Устричная банка Это такое Тебя значит В двух часах езды От Южно-Сахалинска Я спешу напомнить Что это 7 часов лета от Москвы Южно-Сахалинск Ну это как Таиланд Примерно Практически Примерно в тех же местах Конечно сносит башку Всегда когда ты летишь К нам на Дальний Восток Что ты вот там Южно-Сахалинск 7 часов Камчатка 9 Ты почти 9 часов лететь Ты летишь и под тобой Хоть и пустая абсолютно Но все твоя страна 9 часовых поясов Это шокирует Короче говоря Южно-Сахалинск 7 часов лета Большой остров Почти 1000 километров Протяженностью Он не похож Ни на Курилы Ни на Камчатку По природе Курила-Камчатка Такая больше Более японская Знаете Такие вот эти Горизонтальные сосны Которые приплюснутые В разные стороны Из-за ветра Растут Особенно на Курилах Много Вот Нет Сахалин совершенно другой Может быть не такой Красивый остров Вот в двух часах езды От Южно-Сахалинска Значит Есть вот такое Озеро Бусе Это мелкое По щиколотку Озеро Где Пресная Где размножаются Устрицы Жвут Естественные устрицы Да Такие большие До полуметра Я тебе глянусь Такие огромные раковины Я доставал Но это старые Правда есть нельзя Их никто не трогает А вот такие трехлетние Это где-то 7-8 сантиметров Вкуснейшие Они растут Такими пучками Прямо по 7-8 Там 5 штук Ну полдюжины Можно съесть Прямо там Выпить глоточек Винца И будет очень вкусно Просто это конечно Место которое поражает Совершенно Оно и очень Очень красивое И значит И вот такое Гастрономическое Самое главное Что власти догадались Что из девяти Устричных банок А банка Это просто такая Отмель Которая вся состоит Из устрицы Ну ты по ним ходишь Миллионы Вот как это Слушай Ну ты знаешь Я у них не спрашивал Но в общем Они были не против Мне кажется То что в ресторане Подают за 300 цирковых Там ты подаешь Ровно за стоимость бензина От Южного Сахалинска Ну если тут она Надо переплыть Еще там такой Как бы есть ручеек Метров 20 Наверное 30 Через которые Надо на лодке Перегрести Вот И самое главное Что власти Все таки Открыли только Три из таких Их всего 9 Этих банок Шесть сейчас Находятся под Как бы на Рекуперации Скажем так На ревосстановление И туда Хода нет Ну местные Может как-то добираются Но в целом Для туристического Так сказать Объедания Доступны только Три банки И очень хочется Надеяться Что турпоток растет Что мы не Как бы вот Не знаешь Не изнасилуем Это в ноль Как это принято В нашей стране Местные Этого очень Опасаются Там же можно Кстати говоря На берегу А это фактически Берег Охотского моря Соответственно Ты можешь Собирать Карафута Это что за зверь Можешь собирать Янтарь Там неподалеку Такой Я даже выкладывал Себя в соцсетях Ролик Как Очень интересно Ну Это так Море Выбрасывает Тебе В тине Всякой И Водорослях Такие вот Самородочки Янтарные Посидел там Полчасика Наковырял себе На ожерелье Правда Он не такой классный Как в Калининграде Он более угольный Таким с черными Краплениями Но тоже очень прикольно Поискать Посидеть Янтарь А можно поискать Карафута Дело в том Что с 1905 По 1945 Сахалин Как известно Был Под японцами Японцы много Что там Понастроили Что там Разрабатывали Кстати Самих японцев Было мало В основном Были корейцы Там работали Поэтому сейчас Сахалин В значительной степени Корейский Или там Населен Потомками Тех корейцев Русскими Корейцами Их там очень много Корейских ресторанов Много Я вчера тебе рассказывал Соответственно Так вот Японцев было не очень много Но тем не менее Они жили Там кое-что построили Вот железная дорога Знаменитая Сахалинская Которая только 15 лет Как стала Такой же Как у нас на материке То есть Ширококолейная Была узкоколейка Кусочек остался Работает как Детская железная дорога Довольно интересно Попробовать Прокатиться Так вот Карафута Это японцы Когда покидали остров Значит Они Японские семьи Они били Фарфор Скарп Весь Мало места Было Выбрасывали В море Не надеясь Больше там Никогда вернуться Туда И так далее И поэтому Сейчас Море выносит Остатки Японской Утвари Расписной Фарфоровой Прямо целой Да Ну Там маленькие Больше кусочки И так далее Это целое движение Сахалинское Которое так называется Карафута Копы Есть частные музеи Такие в квартирах Куда вам интересно прийти Посмотреть вот за остатками Японского быта Вообще к этому довольно бережно Ко всему относится Вот Так что милости просим На Сахалин Можно съездить посмотреть На Сахалин 2 Огромный Газожиживающий Завод Там На Сахалине добывают И нефть И газ 900 километров Идет Нитка От места добычи До того места Где он Обрабатывается В случае с газом Сжимается Там в 600 раз Ужимается в объеме И загружается На танкеры В сжатом виде И отправляется Соответственно в Японию При этом на Сахалине На самом Ну газ есть далеко не везде Как мы с вами понимаем Но это обычная Собственно говоря Для нашей страны Традиция По-моему на ближайшие 10 лет Газ будет уходить Опять в Японию Контракты предоплачены Уже Вот Интересно Так что Сахалин Рекомендую На несколько дней Так вы что-нибудь из Карафута-то привезли Я привез кучу осколков Ты понимаешь Мне было жалко это увозить Это местное достояние Я сыпал в итоге почти все Кроме пары кусочков Местным так сказать Искателем Карафута-копом Да Оттуда я дернул Честно говоря А оттуда я слетал на Курилы Я вчера коротко рассказывал Самый доступный И по деньгам И по времени маршрут Из Южно-Сахалинской Еще чуть меньше часа Лететь И ты можешь полететь в город Южно-Курильск Это Южные Курилы Это столица острова Итуруп Там две с половиной По-моему Или три тысячи человек Живет в маленьком Очень чистом Очень аккуратном городе На всем острове Ты тысячи шесть Проживает Все красоты доступны А там масса всего Термальные источники Хочешь косатки Киты Там есть Потрясающие Эти побережья Геотермальные станции Правда не работающие Но очень прикольно На них побывать Посмотреть Как Ну как мы Разбазариваем энергию Которая лежит под ногами Почему Я спрашиваю Почему у вас Стоит две совки Ну советского проекта Геотермальные станции Там холодный пар идет Из земли То есть ты можешь Его руками трогать Принцип работы Тот же что и На подводных лодках Где пар раскручивает Ну ядерный реактор Расщепляет воду Вырабатывается пар Он раскручивает турбину Турбина вырабатывает Воздух Только на подводной лодке Пресная вода А тут Соленоватая И соответственно Весь Ну минерализованная Скажем так И поэтому вся станция В таких огромных Белых наростах Который этот подземный Геотермальный пар Образует И он холодный Его можно трогать руками Поэтому земли бьет Струей Я долго спрашиваю Почему Вот недалеко На соседнем Одном из соседних островов Работает Израильская станция Израильтяне построили Прекрасно работает Уже много-много лет Просто обслуживая ее Дает кучу электричества А у вас вот Под ногами электричество А вы все на завозе сидите Ну как Почему мне говорят Потому что кто-то сидит На потоках Потому что выгоднее Мазут завозить А кто эти 6 тысяч Которые сейчас проживают Кто эти люди Половина Это Ну или не половина Может быть чуть меньше Я не знаю точных цифр Это военные Они живут в отдельной части острова До них не всегда просто доехать У них свои поселки А остальная часть Это жители Южно-Сахалинска Они все в основном работают На одной из крупнейших Или самой крупной в регионе Рыбоводческой 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 компании Гидрострой по-моему Она называется Это все местные Кто-то приезжающие на заработки Слушай Я должен честно сказать Вот хороший вопрос Это я наблюдал И на Сахалине И на Курилах И на Камчатке Работают Практически все приезжие И практически все это Либо наш Кавказ Либо в большей степени Это Средняя Азия То есть если ты едешь Работяги на Путине На заводе Кто дорожными работами занимается Укладывает асфальт Не знаю Все что угодно Ремонтируют дома А вот на Итурупе Много чего строится Еще раз Маленький город Сильная компания Которая за все платит Поэтому дороги Хоть и небольшие Но очень хорошего качества Там новый плавательный бассейн Я не знаю Торговые центры На такой маленький В общем-то поселочек Все как бы выглядит в идеале Набережная сделана Все очень по-красивому Ну потому что есть понятный Собственник Понимаешь Кто там решает все вопросы Но работники Работники Это все Средняя Азия Потому что К сожалению Дальний Восток Как пустел Так и продолжает пустеть С молодежью Довольно большие проблемы Хотя им предлагаются Неплохие очень условия Там и субсидии по жилью И потому и посему Там молодые Всякие разные И не госпрограммы К сожалению Люди уезжают Несмотря на все красоты Вот на На всю тему Это очень печально Вот Так что Так что вот Про геотермальную станцию Рассказал Был просто То есть их две Они обе не работают Потому что отечественное оборудование Быстро выходило из строя То ли его неправильно Там эксплуатировали Менялись собственники В общем сейчас Эти просто стоят Станции Из них валит пар Они не генерируют электричество Хотя на самом деле Местные нужды Могли бы полностью закрывать Геотермальные энергии Но завозят мазут Потому что это там Какие-то количество Миллиардов рублей в год На это дело расходуется Там свои Понятно сидят чуваки Про Просит рассказать Про На Кунашире Да абсолютно верно Спасибо Уточнее Где работает Израильская геотермальная станция На Кунашире Это ряда Я не буду касаться Болезненной темы Браконьерства И всего остального Про что Ну и корки-то вас угощали Ты знаешь Прошлогодний Дело в том Что рыба Начинает идти Как правило Где-то в конце июля Начале августа И соответственно Если вы собираетесь И готовы Потратить на это Немаленькие деньги Особенно если это Камчатка Где все на вертолетах То я вам рекомендую Лететь в августе А лучше даже в начале сентября Погода хорошая Очень красивая природа Потому что она меняется Становится не чисто зеленая Становится разноцветной Ну такая золотая осень И самое главное Много рыбы Это значит Что весь Вся местная экосистема Лисы Медведи Киты Нерпы Сивучи Всего чего там Полным-полно На всех этих трех локациях Это есть В меньшей степени на Сахалине На Курилах И на Камчатке Сколько хочешь Соответственно Это вот самый сок Это огромное количество Ты можешь наблюдать Эту природу Немножко отъехав от города Вот как бы Невооруженным глазом Но с вооруженным человеком На всякий случай Вот Про Камчатку отдельно Расскажу Там довольно любопытные Строительные Всякие проекты Запускаются Сейчас Которые должны Как бы вдохнуть Новую жизнь В этот удивительно Красивый край В том числе Большой проект Три вулкана Горнолыжный Который делают Там Частные Государственные деньги Колоссальная история Сопоставимая С тремя долинами Как она С французскими Как она заявляется Во всяком случае Очень такое Спорное ощущение Потому что С одной стороны Это приток денег В регион Это классная Туристическая инфраструктура Это наконец-то На Камчатке Появятся Гостиницы Там какие-то Которых там Практически нет Вот первые-первые проекты Более-менее приличные Появились С другой стороны Местные опасаются Что просто не выдержит Природа Потому что Высокая цена Это определенный фильтр От загаживания Удивительного края Так его просто изнасилуют И так ты едешь По Вот к этому курорту Уже строят дороги Грунтовки И ты видишь Как бегут Голодные еще Медведи Или лисы Такие знаешь Ободранные Вдоль дороги У тебя просто Сердце кровью Обливается Дайте нам Четыре минуты Передохнуть Перевести дух И мы вернемся К вашей удивительной Интересной истории Буквально четыре минуты Буквально четыре минуты Белковый рай Это наше с тобой Совместное обещание Нет Это наверное Это правда Ребята Я ел мизин Ежедневно По две таблетки Потому что Потому что Гребешок Причем Правильный Это сахалинский На Камчатке Продается сахалинский Гребешок И сахалинский Гребешок Это вот такого Размера Там 5-6 сантиметров В длину Может быть Больше Даже 10 Вот таких Вот так же Бедя Потому что Он жирный Здоровый А вот Маленькие Гребешки Значит Первый Это сахалинский Потом По-моему Кури Все в отпуск Уходят А Набутов Здесь Конечно Куда же он Голубчик Денется Набутов Всегда здесь Под серебряным Дождем Набутов Здесь 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 Всем привет Неожиданное Совершенно Утро У нас Мелкий Форс-мажор Случился Вот Поэтому Мы решили С Доном Пабло И вообще Мы давно Не болтали По душам Значит Сегодня Примените Часик эфира Третий Встает Между нами Кто-то Всегда Третий Встает Вы знаете Я сегодня Долго Думал Про У меня Всякие Новости Приходят И Про То Что Наша Страна Является Самой Справедливой Страной В мире Так Считает Каждый Пятый Россиянин Большой Опрос В целом Это В большей Степени Касается Тех Кто Смотрит Телевизор И в меньшей Степени Значительно В меньшей Степени Тем Кто Пользуется Интернетом Но Тем не Менее Так На всякий Случай Краску Добавил Тем не Менее Вот Факт Остается Фактом Мы Самая Справедливая Страна В мире Новые Учебники Истории У нас Появились Для Старших Классов Которые Спешно Писались В этом Году И Это Отдельная Интересная Тема Для Обсуждения Хотел Тоже С вами Обсудить Как Ваши Планируете Львы Самостоятельно Детей Обучать Истории Или По Новым Учебникам Если У вас Дети Старшеклассники Вот Ты Что Делал Я Задумался Честно А как Можно Обучать Самостоятельно Если Ребенок Ходит В школу И Там Получается У него Просто Можно Ходить В школу И не Слушать Что В школе Говорят А Можно Наоборот Я Например Историю Самые Интересные Исторические Периоды В России Особенно 20 век У нас В школьной Программе Практически 20 века Не изучался Но Я Про него Знал Лучше Всего И Больше Всего И Собственно Говоря Ну Вот Такой Вот Поэтому У нее Возник Такой Вопрос Тем Не Менее Что Еще У Нас Кроме Исторических Учебников Истории Всякие Разные Сопутствующие Новости Про Льготы Айтишникам И так Далее Всяким Нашим Молодым Семьям И прочее Всякие Плюхи От правительств Но Ничего Не Дают Товарищам 35 плюс Особенно Одиноким Или Разведенным Без Троих Детей А это Основные Производительные Силы В стране У меня Был вопрос Естественный Не хочет ли Правительство Все-таки Как-то Помочь Тем Кто Тянет На себя Основную Экономическую Лямку Причем Не важно Это Менеджеры В офисе Или это Работяги На стройке Условно Говоря Это люди 35 плюс Они Молодые Айтишники И семьи С пятью Детьми У нас Их Не так Много Почему Как бы Нам ничего Не предлагается Хотел у вас Тоже с вами Эту всю Историю Обсудить Но что-то Почитал Почитал Новости Загрустил И решил Рассказать Про свой Вояж На российский Дальний Восток Любопытно Кстати Так Что еще У нас На Курилах Ребята Еще раз Это 50 минут Лететь От Сахалина На Курилах Есть потрясающее Место Белые скалы Если будете На Петурупе Обязательно Туда надо съездить По морю Где-то час езды Наверное От Южно-Курильска Соответственно Это удивительный Взрыв вулкана Произошел И это На 50 километров Длиной Уникальное место В мире Абсолютно Белые Испензовые Скалы Которые покрыты Таким нескончаемым Зеленым ковром Вот такой результат Вулканической деятельности Очень интересно Там же по дороге Всякие косатки Киты Треска Рыбалка Там все Что хотите В неограниченном количестве И китов видели даже Китов видели И таких И таких А в сентябре Там в августе Когда я говорю Рыбы будет больше Соответственно Вся жизнь Будет еще активнее Китов Будет просто чудовищное Количество Особенно косаток Которые кормятся Они живо Как они Не живо Родящие Ну короче говоря Они плотоядные В отличие от большинства китов И они там охотятся По полной программе Семьями По 10 штук Иногда ходят В этот раз Вот максимальная Была 5 штук у нас И хитрый папаша Значит Такой здоровый Бугай Самым огромным плавником Касатки же задний хвост Не видно Ты видишь только плавник Который у него Вверх такой торчит Соответственно И папаша Когда видит Что за ним идет катер Он начинает уходить Уводить катер Если что Проплывает перед катером Говорит Что типа Семья кормится Не надо мешать Товарищ Небольшую лодку Могут и перевернуть При желании Побольше катер Уже конечно нет Вот Но в общем Это очень интересно Посмотрите А с другой стороны По-моему Это горбатые киты Они не очень большие Но вот у них уже Классический Хвост Такой знаете Задний плавник Когда он Три раза вдыхает Вот он три раза Появляется на поверхности На третий раз Делает большой вдох И уходит куда-то На глубину И ты подходишь На место Где он был И там такое Пустое Как бы бескислородное Пятно остается Которое он вдохнул В воды Оно всплывает Такой круг На том месте Где он уходит Вниз Ну в общем Короче говоря По природе Ребят Фантастика Так Значит Плюшки для 35 Плюс 2000 Были Кайфанули И хватит Справедливо? Справедливо Смотрите Согласен Пожили немножко Хорошо И Нифига привыкать Не спорю Так Значит Виктор Если не секрет Подскажите Сколько денег Вы потратили на путешествие На Сахалин И дней Я вот стесняюсь Спросить Честно говоря Наоборот Я же все время Об этом проговариваю Значит смотрите Я ездил Я ездил с полурабочей Такая у меня была Полурабочая путешествие Поэтому мои бюджеты Были Наверное Меньше Чем Чем в обычном Туристическом Поездке Сахалин И Курилы Это сравнительно Недорого Я говорил Билет до Сахалина 24 тысячи рублей эконом Туда обратно Из Москвы Иногда может быть Даже чуть поменьше Даже терпим Ну как бы да Чтобы вы поняли Давайте сначала Билеты Эту тему я Как бы сам брал Поэтому знаю Эконом В районе 25 тысяч Билет Южно-Сахалинск Курильск Южно-Курильск На Южно-Курилы Вот на Итуруп Они жестко фиксированы По цене 6700 или 6900 В каждую сторону Оттуда еще Перелет на Курилы Значит Что касается гостиниц Ну Южно-Сахалинск Выбор довольно большой Все-таки Ну относительно крупный Ну как 300 тысяч 300 тысяч Ну достаточно крупный По меркам региона Ну соответственно Там какой-то выбор есть На любой там Цветокошелек Там вот 2000 До 10 в сутки Ну сколько хочешь А значит На Курилах Ситуация с гостиницами Значительно хуже Я более того Говорил 6500 человек Ну по-разному Одни говорят 5800 Другие 7300 Никто точно не знает Это все население С учетом военных Половина это военные То есть Очень маленькие И там гостиниц По-моему Раз, два, три Четыре Четыре маленькие гостинички Я жил в гостиничке на 12 Даже не гостиницы Просто частный дом На самом деле Переоборудованный В полторы звезды Скажем так Соответственно Ну стоят они Относительно недорого Хотя там цены Конечно московские На самом деле На все это все-таки Севера Завозы И прочее Зелень Помидоры Огурцы Вообще Каких-то баснословных Денег Фрукты Бананы Могут до 1000 рублей За килограмм Доходить Чтобы вы понимали Еще не всегда Их можно найти Потому что Просто не завезли Тем Тем Так Ну это зимой Когда Не сезон Короче говоря Поэтому Там вопрос Даже не в деньгах А там вопрос В наличии мест Я сменил гостиницу На Курилах Мы пробыли 5 дней Я сменил гостиницу Дважды То есть я практически Пожил во всех гостиницах На острове Потому что Поздно бронировал И Уже на 5 дней В одном месте Было не забронироваться Я где-то по ночке Знаешь Там Где-то приживал По чуть-чуть Других гостишках Но на самом деле Не сверх дорого Вопрос Сколько вам обойдется Аренда Джипов С водителями А тут уж как договоришься Этим надо заниматься заранее Потому что их тоже не так много И они могут быть забронированы А на Курилах И на Сахалине Все Все передвижения Это автомобили В отличии от Камчатки Где все самое интересное Это вертолеты Чтобы вы понимали Я уже По-моему Накануне Про оброс говорил Например Цена вертолет Часа На Ми-8 На Камчатке Выросла С 250 тысяч рублей Полетного часа До 380 Или до 400 В этом году Причем С чем связан Такой рост цены На полностью отечественный вертолет При фактически Таком же бензине Или там керосине Каким он был В прошлом году Никто не понимает Просто взяли И подняли цены Соответственно Камчатка Все что Вне Петропавловска Камчатского Халатырского пляжа Это ближайший городу Пляж Такой черный Вулканический Ну если вы там Окажетесь Туда съездите Обязательно И там может быть Поездки на пару Вулканов Близлежащих Куда можно По тречить Зайти И доехать Там 5-6 часов На бытовке ехать На таких толстых колесах Если по дешевому То больше В принципе На Камчатке Все остальное Это только вертолеты Это какие-то дальние Пункты Это сплавы По рекам Если вы едете На рыбалку В национальных парках Получив разрешение Все равно ты должен Арендовать вертолет Чтобы туда добраться И сесть где-то На какой-то из рек Либо вы сможете Попасть на кордон И это дорого 25 тысяч рублей В сутки стоит С учеными пожить Посмотреть на медведей Можно официально Арендовать место Приолететь Но туда же еще Надо долететь На вертолете Это минимум Два часа Полтора-два часа В каждую сторону Лететь Четыре часа Это уже Сколько там Загружается человек Чтобы понимать 22 Но тебе надо Это же не рейсовый Ну 380 На 22 делится Но если ты наберешь Компанию в 22 человека Или можешь один полететь Ты можешь полететь один Тебе никто не мешает Рейсово Ты можешь слетать В Петропавловске Камчатском Насколько я знаю Кроме дальних поселков Ты можешь слетать На В долину гейзеров И на Узон Это официальный маршрут Садишься в вертолет Стюардесса вертолетная Покупаешь место Билетик Сел Вот место Туда ты можешь летать Как экскурсант Там на Ну на целый день Это условно говоря Такое путешествие Узон и долина гейзеров Они в одном месте находятся Там буквально 5 минут Перелететь За хребет Вот А все остальное Это самостоятельно Самостоятельные О Северные Курилы Куда так любит летать Евгений Касперский К сожалению Мне туда попасть не удалось Потому что Северные Курилы Значительно ближе к Камчатке Чем к Чем к Сахалину Хотя вообще Курильский Курилы Относятся к Сахалинской Области Чтобы вы знали На всякий случай Это часть Сахалинского Как бы вот Региона При этом На север Ближе лететь С Камчатки И есть Северные Курилы Это остров Янкеле Это остров Симушир Какие-то еще Я уж не помню Любимые места Евгения Касперского Говорят Самые красивые места В мире Где вулкан В вулкане То есть Один кратер Внутри Кальдеры И это все Озеро Вокруг Которого Ты можешь Президеться На вертолете Поставить Палатку Переночевать Там несколько дней В окружениях Фантастической Первозданной природы Ну соответственно Это все расходы И это все вертолеты Еще плюс Нелетная погода Так что Вот имейте ввиду Копить нам И не накопить Виктор Кириллович На такое путешествие Да Ну Один раз жизни Понятно Один раз жизни Стоит того Хотите попробовать Еще раз Наш Дальний Восток Я считаю Оптимальным По деньги Впечатление Качество Это Сахалин Курилы Скажу честно Это ну Кратно Ну как хороший отдых Не знаю В турецком отеле Сейчас Ну может и выразиться В тот же бюджет Впечатления совершенно другие Ну можно пока размяться И куда поближе Я думаю Ну я думаю Что можно В Химке Ну куда кину вору Вот подворот Ради бога Там дракон Огнедышащий У них стоит Там нет Много интересного Тоже Но потом хочется Тепла же Вот вы понимаете Летом-то Лето Тепло Пожалуйста Там сейчас 35 градусов Машка Такая Как бы Плотная Гнус Скоро начнется Все Все кайфы Лет Это можно Пополучить И на нашем Дальнем Востоке Ладно Так что мы делаем С аудиофайлом У нас две минуты У нас две минуты Давай сделаем Я вам такую маленькую Маленькую штучку Заготовил Хотел узнать Ваше мнение Давай так Ты тогда делай Заманку Мы уйдем На перерыв И после него Запустим файл Так Одну секундочку Я сейчас Где-то было Сообщение Интересное Так Так Посмотрите Мне предлагают Новостную подборку Серебряного дождя В телеграме Точно загрустите Да Я вообще Перестал смотреть Новостные подборки Честно говоря Что с Саперами И с серферами Сапер А Сапер Это кто На Сапбордах Катается На Сахалине И в целом На Дальнем Востоке Не материзм Туризм Возможен Ребят Я знаю Что На Камчатке Точно абсолютно Есть серферские споты На Сахалине Тоже катаются Причем Это такой Полноценный Серфинг Единственное Что Там Это Охотское море Соответственно Это самое Самое холодное море В мире Оно холоднее Даже чем Наше Северное море Или Баренцево море И Круглый год Сёрфинг Ну В сухом гидрокостюме Можете себе позволить Пожалуйста На Камчатке Это Халатырский пляж Соответственно Недалеко От Петропавловска Камчатского Там даже есть Прокат оборудования Пожалуйста Сколько хотите Если вы возьмете Нормальный катер Побольше На рыбалку Пойти То соответственно На катерах Еще очень часто Бывает и Оборудование Для Дайвинга В холодных широтах Еще раз На Камчатке Строят Вот этот Огромный проект Он в несколько Очередей Будет реализовываться Который называется Три долины Три долины Три вулкана По Так сказать По аналогии С тремя долинами Это у подножия Вулкана Мутновский Горелый И третий Я уже не помню Какой Сравнительно Недалеко От Петропавловска Камчатского Будет огромная Совершенная история Сопоставимая С французской Ну в планах Во всяком случае Там великолепный Великолепный снег Выпадает Там чуть ли не до Восьми метров снега Сезон Длится до Июня Месяца Ну вот Рассчитывают Что горнолыжный Кластер Как бы Сильно Сильно Даст Сильный Толчок Для Туризма Камчатки Под это дело Кстати говоря В Петропавловске Камчатском Ну плюс Там с сильными Задержками Но Строят Большой Современный Аэропорт Давайте паузу И решим Что делать С аудио Йес Так Значит Сильвер Привет Олег Тиньков Там где-то Строил По финской Технологии Комплекс Пишет Женя Значит Я был Когда в прошлом Году на Камчатке Я видел В Петропавловске Камчатском Яхту Олега Тинькова Вот это Вот я забыл Как она называется Которая Мини Как бы Мини Ледокол Предназначенная Для плавания В северных Широтах Ну не прям Такой же Ледокол Ледокол Ну какой-то там В том году Лед до полуметра Он способен Проходить Чтобы в арктических Морях Плавать Она там стояла Я знаю Что Тиньков Строит там Какую-то То ли это Гостиничный комплекс То ли это Как бы Типа Дом для себя Но который Дом и домики Гостевые Для себя Но которые Будут сдаваться В течение Значительной части года Ну вот Знаю Что это реализуется Но в какой стадии Не знаю Есть например Гостиница Лагуна По-моему Называется Это один Из самых Современных Комплексов Довольно Больших Который построен Это Виксельберг Там строит Он вообще Довольно активно Участвует В реализации Всяких проектов Вот Есть еще Какие-то Олигархи Наши Которые Там Активно Что-то там Конструируют Все Там Очень сложная Экономика Очень закрытая Вся эта история Там Своя коррупция Браконьер Что там Только не рассказывали Я просто Не все в эфире Имею право Вам выдавать К сожалению Так Но в целом Вот вы спрашиваете В целом Текущая ситуация Ограничения На выезд И поезд И поезд И по миру Они конечно Играют на руку В том числе Дальнего Востока Потому что Туристический поток Ощутимо больше Несмотря на то Что выросли цены Люди едут Гостиницы Все битком Скажем так Значит Деньги есть Так Какой хороший У нас с тобой эфир Пашур Серьезно? Да Ну вот и хорошо Ты знаешь Ну я вот не знаю Ну честно говоря Ну как вот Могу ли я сейчас С аудиторией Обсуждать историю Про Россию Ты считаешь Что Россия Самая справедливая Страна в мире? Я честно говоря Даже сейчас Об этом не думал Да Вторая кстати говоря По мнению нашей Статической По справедливости Это Китай А потом Белоруссия И только всякие Швеции И Норвегии И Германии С Объединенными Арабскими Эмиратами Финляндии И Швейцарии А также Австралии И Сингапуры Значит они где-то там С какими-то крошечными Результатами Замыкают первую десятку А что значит Вот самая справедливая Страна Как ты думаешь Которую каждому По потребностям Каждому Эта страна уже была Михаила Сергеевича Горбачева Обвиняют в новом Учебнике истории Прямым текстом В развале Той самой прекрасной Страны Где Каждому По способностям От каждого По способностям Каждому По потребностям Да Или как там звучало Это у нас проект Ну и Где не было Еды Стиральных машин Телевизоров Автомобилей И всего остального Вот Была ли справедливость В той стране Мне сказать сложно Наверное Жили плохо Ну Куда более Равно Чем сейчас Ну что Дорогие друзья Мы продолжаем Сегодня вдвоем С Доном Пабло Буквально через 6 минут Music and the answer Лучший хаос проект Вот как раз Очень просит уже Ну хватит Стонов Селендион И портис хэд Дайте нам Нормального хаоса Вот сейчас Павел Кириллов Запустит А я вот знаете Хотел Что вам предложить Еще послушать Такую маленькую Одну историю Которую мы Ну у нас сейчас Станция в отпуске И мы естественно Планируем Какое-то появление Каких-то новых людей Взамен старых Просто новых В разных форматах Которые подходят Под определение Интеллигентных Образованных И умных Таких любит Наша аудитория И вот я хотел вам Одну такую штучку Как раз Продолжить тему Такая Природных путешествий В том числе Послушайте Один маленький кусочек Даш Для чего Нужны комары Дай паузу Действительно Ребят Такого никогда не было А это Еще не готовый Сырой вариант Нашего нового Маленького Проектика Такого Мы называем это Межпрограммками Которые мы еще даже Не оформили Как про музыкально Подложки Все должно Как сделано По красивому Вот у нас есть Только первые Несколько Пробных Серий Кто Пользуется Социальной сетью С картинками Наверняка знает Этого человека Потому что Это как бы Николай Скворцов Номер два Два ноль Два ноль Николай Скворцов Два ноль Я бы так сказать Что Скворцов Дроздов О да Скворцов Дроздов Извините Николай Скворцов Дроздов Но два ноль Современный Натуралист Который живет В социальных сетях Делает потрясающие Совершенно Маленькие Такие шарцы То что называется Видео Зарисовки Про жизнь Флоры и фауны Про жизнь природы Про жизнь планеты Вокруг нас Зовут его Александр Толмачев Наш большой друг Всем рекомендую Его подсматривать Если что В социальных сетях Или в ютубе А для нас Мы вот решились Вместе делать Отдельную Маленькую программку И вот отвечать На самые неожиданные Вопросы По природе Например Для чего Нужны Комары И вот я от себя Для чего Нужны комары Да Действительно Кажется Что существование Назойливых Кусачих комаров Это какое-то Досадное Упущение Но в природе Ничего не существует Просто так И даже Надоедливые комары Играют в ней Свою важную роль Во-первых Комарами Питаются Птицы И лягушки В некоторых местах Например В холодной Арктике Птицам Не остается Никакой другой пищи Кроме комариных Личинок И это Их единственный Шанс Прокормиться И сохранить Жизнь себе И своему потомству Кроме того Комариные личинки Это важнейшая Белковая пища Для рыб И многих других Обитателей Пресных водоемов Во-вторых Нужно учесть Что кровь Теплокровных животных Пьют только Самки комаров А вот самцы Комаров Питаются нектаром И соками растений Почему? Да потому что Они участвуют В процессе Опыления Цветковых растений И их помощь Особенно нужна В суровой тайге В-третьих В организме Комаров Содержатся Важные микроэлементы Которые Необходимы Растениям Погибая Комары Отдают растениям Кальций Фосфор И другие минералы Без которых Не будет Расти Непышная Трава Немогучие Деревья И пусть Некоторые Виды Комаров Являются Еще и Переносчиками Некоторых Болезней Например Малярии Для природы И у этого Есть свое Разумное Объяснение Таким образом Комары И инфекции Которые Они распространяют Помогают Контролировать Численность Многих Животных На нашей Планете Ребят Это Александр Толмачев Не готовый Вариант Кто послушал И не поленится Напишите Вам Хотите Такого Замечательного Человека Пишут Кто-то Я знаю Давно Подписан Очень жду Передачи На радио Теперь Он будет Делать Для нас Отдельный Вот такой Маленький Проектик Который Вы не Встретите В его Социальных Сетях Вообще Как вам Зашло Мне кажется Такие Люди Нужны Это Во всяком Слушать И узнавать Что-то новое Куда приятнее От Александра Толмачева Чем читать Новосной Особенно Пересну И обсуждать Новые Учебники Истории На этом Мы заканчиваем Спасибо Огромное Хорошего Вам Чудесного Августовского Дня Тем более В общем Как-то Стало Менее Жарко В столице Во всяком Случае Вот До завтра До завтра Завтра В 10 утра Евгений Надошин Ну и будем Бомбить По Экономике